Штрафы вместо решетки. Госдума приняла закон, который перевел семейные побои из разряда уголовных преступлений в число административных. Теперь за раздачу подзатыльников и порку ремнем домашний забияка получит порцию штрафа, но не сядет в тюрьму. Иногда его еще называют закон о шлепках. За шлепок, за то, что в угол поставили, уже сразу же последует уголовная ответственность. Поэтому с точки зрения необоснованности вмешательства государства, государственных структур в семью, я думаю, что это тоже пойдет на пользу. Это справедливо, говорят сторонники закона. Ведь если побои без вреда здоровью наносят чужой дядя, тому штраф. А если близкий родственник, уже тюрьма. Новый закон сглаживает эти различия. Получается, что, например, я как гражданин подзатыльник дал соседскому мальчишке, это административное правонарушение. А если я дал подзатыльник собственному сыну, это уже уголовное. По мнению Ивана Катанаева, меры уголовного наказания до этого не привели ни к чему хорошему, а потому не стоит ждать от них результата в будущем. Но партия КПРФ закон поддерживать отказалась. Так называемая декриминализация может спровоцировать рост бытовых убийств. Принятие такого закона, наоборот, может усугубить отношения в семье. Не требуется особое поле, особое правовое пространство создавать для того, чтобы ответственность в административном плане как бы создавать и так далее. Поэтому неразумно и нерезонно. Более двух третий потерпевших по этой статье – женщины, зачастую побитые собственными мужьями. Полиция отмечает, именно из-за близких связей мера с уголовным наказанием работает недостаточно хорошо. Большое количество уголовных дел, оно, в принципе, прекращается за примирением сторон, когда, скажем, муж, нанесший побои, жене мирится. В чем преимущество административного рассмотрения административного правонарушения? Что здесь уже не может идти речь ни о ком примирении. Полицейские подчеркивают, если дебошир повторно отметится в драке с членами семьи, то тогда заведут уголовное дело. К тому же статью о причинении вреда здоровью никто не отменял. Наталья Оршинская, Алена Ведерникова, Валерий Широков, ЗАПТ-ТВ